Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии прямого эфира Елеман Раимбеков. Вне зоны доступа. В селе Бектерле Ескелинского района с самого его основания не видели интернета. Эта проблема давняя и сейчас как никогда актуальная. Ведь с 1 сентября школьники и студенты будут обучаться дистанционно. Отправлять задания и тем более использовать приложение для связи практически невозможно. Так, когда в ОУЛ приедет, придет качественный интернет, узнавала наша съемочная группа. Интернет уже перестал быть роскошью, перейдя в разряд базовых потребностей человека. И если практически во всех населенных пунктах этот вопрос решен, то в селе Бектерле возможности пользоваться скоростным подключением практически нет. Сигнал 3G на гаджетах сельчан появляется лишь на высоте, а ближайшая возвышенность от поселка примерно в двух километрах. Мы с детьми ходим в горы. На загрузку одного только задания может уйти целый день. Элементарно мы не можем нормально учиться и учить своих детей. На дворе 21 век. Мы считаем, что интернет уже давно должен быть в каждом доме. Но у нас его нет. Мы обращались в Акимат. Никакого продвижения нет. Анар Кенимбаева – мать четверых детей. Один студент и трое школьников. На всю семью лишь один смартфон. Учиться в условиях постоянного ожидания сети крайне тяжело. Ведь каждому ребенку необходимо выполнять задания. У меня четверо детей. Все учатся онлайн. Проблема со связью в селе давно, но она не была такой насущной. Мы в последние месяцы до каникул еще как-то отучились. Мы, как и все, чтобы искать сеть, ходили в горы. Я получаю пособие и даже не знаю, куда тратить деньги. Или на единицы, или на еду, или покупать детям телефоны. Нам говорят, что проведет высокоскоростной интернет «Казахтелеком». Но ежемесячно на него придется платить 7,5 тысяч тенге. Для меня эта сумма неподъемная. Поэтому хотелось бы, чтобы поставили хотя бы вышки. Или провели кабельный интернет, но с тарифами подешевле. В Акимате Кокжазыкского сельского округа о проблеме знают. Ведут переговоры об установке вышек, что даст возможность подключить хотя бы мобильный интернет. Однако решить проблему с сетью поставщики услуг обещают только до конца года. Мною было отправлено письмо городу Талткурган начальнику Белайн-центра. На сегодняшний день мы по телефону договариваемся по поводу встречи и выезда на месте. Село Боктерле для установки антенн. Кабельный интернет. Сейчас пусконалажную работу. Со слов подрядчиков, мне было ясно, что на следующий год желающие, если хотят интернет на дому, согласно ихними прескурантами, можно будет провести дому. До конца года, видимо, конкретный уже результат будет. Похоже, что первую половину нового учебного года дети проведут точно так же, отправляясь в двухкилометровый поход на местную сопку, невзирая на осенние дожди, слякоть и понижение температуры воздуха. Алексей Цой, Мадибай Бусынов, телеканал ЖТСУ, Искельдинский район. К новостям международных событий. Президент США Дональд Трамп пообещал направить больше сотрудников федеральных правоохранительных органов в крупные города, столкнувшиеся с ростом насилия. Подразделения, подчиненные напрямую Министерству внутренней безопасности США, уже вошли в город Портленд, охвачены протестами и беспорядками в связи со смертью во время ареста афроамериканца Джорджа Флойда. Мэр города и губернатор штата Орегон потребовали вывести федералов, заявив, что они лишь усугубляют ситуацию. Но Трамп с этим не согласен. В Портленде протестующие вступили в столкновение с федеральными войсками. Генеральный прокурор штата Орегон подала визг, обвинив федералов в неконституционных действиях, в частности в незаконных задержаниях. Австрия усиливает пограничный контроль с государствами Западных Балкан. В проверках участвуют в том числе и армейские подразделения. Подобные жесткие меры принимаются в связи со вспышкой эпидемии коронавируса в этих государствах. По мнению официальной Вены, ситуация с инфекцией там пока не поставлена под контроль. Особое внимание транспортным средствам с номерными знаками Боснии и Герцеговины, а также Сербии. В случае, если это автобус, все пассажиры и водитель проходят проверку. Неделю назад Вена уже ввела запрет на авиасообщение со странами Западных Балкан, а также с Болгарией и Румынией. Илон Маск впервые попал в пятерку богатейших людей мира. Его состояние оценивается в более 74 миллиардов долларов. В этом Илону Маску помогли дорожающие акции Тесла, которые переоцененными называл как он сам, так и аналитики. Еще в начале года основатель Тесла из SpaceX занимал только 37 место в рейтинге богатейших людей мира, отмечает американский Форбс. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин